Митинги «За чистое небо». Дайте воздух нашим детям! За себя мы не в ответе! Первый митинг «За чистое небо» прошел 18 марта. К тому времени горожане уже 27 дней провели под чёрным небом. Заявить о проблеме на Красной площади собрались больше тысячи человек. Среди требований повысить штрафы за загрязнение атмосферного воздуха, запретить вырубку пригородных лесов, установить очистные сооружения на предприятиях, заменить общественный транспорт на экологический «Чистый», газифицировать город природным газом. Да, чистое небо! Но на митинг из представителей власти никто не пришел. Тогда губернатор Виктор Толоконский и вовсе заявил, дышать в Красноярске легко. Но ответственного за экологию в крае всё же назначил. Им стал Владимир Часовитин, некогда прокурор Красноярска и руководитель агентства госзаказа «Края». Он познакомился со всеми общественниками, предложил сотрудничество, организовал горячую линию для горожан по загрязнению воздуха. Мобильные лаборатории начали выезжать по звонкам людей. А сами чиновники постоянно отчитываются о работе, где нашли грязный воздух и кого оштрафовали. Рассказывать о планах и действиях по модернизации оборудования стали и крупные предприятия города. Осенью вновь стали объявлять режим «Чёрного неба», на что активисты организовали второй митинг. Организаторы утверждают, если изменений не будет, то соберутся ещё. Дорожный ремонт Это не рулетка для зарабатывания денег. Мы будем предъявлять жесточайшие требования. О масштабном дорожном ремонте в Красноярске заговорили ещё в начале 2017-го. На подготовку города к универсиаде федерация выделила миллиард семьсот миллионов рублей. Капитали должны были всего четыре улицы. Карла Маркса, часть проспекта Мира, Елены Стасовой и Северную. В список текущего ремонта вошли больше сорока улиц. Больше всего недовольства у горожан вызвал ремонт проспекта Мира. Отворительное, ужасное. Ну, всё прерыто. Надо было раньше начать. Может быть, сделано. Тогда же стало понятно, объект сдать вовремя не успеют. Какой слой? Первый. Первый? Да, да. Приравнивающий слой. А первый можно в лужу укладывать? Это не лужа. В октябре, что что-то не так с ремонтом проспекта Мира, заметил и теперь экс-мэр Айтхама Булатов. Подрядчика отчитали, но ситуация не изменилась. Вовремя сдать объект не успели. Власти после объявили, проспект Мира будут ремонтировать следующим летом. Опять. Чиновники обещают, ошибки учтут, торги приведут в начале 2018 года. Обманутые дольщики. Обманутые дольщики в этом году решили добиться своих квартир любым путём. Летом они разбили лагерь возле своих недостроенных домов на Грунтовой и объявили голодовку. Эффект голодания, сухость во рту, я пью воду постоянно. В лагерь постоянно приезжали чиновники, когда глава города пообещал, что из колевого бюджета на достройку домов выделят деньги, дольщики голодовку прекратили. Но лагерь не свернули. В законодательном собрании провели публичные слушания. Ведь одно из требований людей – разработать закон о господдержке участников долевого строительства. Как таковых мер, направленных на достройку домов, там нет. Законопроект всё же разработали, но изучив документы, люди решили. Ни к одному из недостроенных домов документы не подходят. Вновь обманутые дольщики вышли на митинги. Но на конкретные вопросы нам не отвечают. Сколько будет стоить достройка нашего дома, нам сказать не могут точно суммы. Не добившись ответа, от красноярских чиновников люди поехали в Москву. Дошли до приёмной президента, где рассказали о своих проблемах. Им обещали изучить документы и помочь. Смена власти. Пожалуй, самой обсуждаемой темой этой осени стала смена власти. Сначала удивил всех неожиданный или предсказуемый уход Виктора Толоконского. Он даже не стал дожидаться официального объявления о смене руководства края в Кремле. А сразу попрощался с правительством. Я на месте. А как вы отговорили, что не вертся, не вертся, не вертся. После стало известно. Губернаторское кресло до выборов займёт Александр Ус, бессменный спикер законодательного собрания региона. Не совсем ожидаемым, во всяком случае, в такой вот ретроспективе недавней. Я об этом вообще даже и не думал. Он начал со смены кадров. Свой пост покинули несколько ключевых министров. А недавно УС подписал меморандум о сотрудничестве с крупными компаниями на 500 миллиардов рублей. Эти деньги бизнес должен будет вложить в край. Смена краевой власти совпала со сменой городской. В октябре впервые в Красноярске главу выбирал не народ, а горсовет. Желающих занять мэрское кресло оказалось 10 человек. Комиссия выбрала четырёх. За пару дней Акбулатов объявил о самоотводе. Перезбираться не будет. Глава города, который будет избран, был комфортен временно исполняющему обязанности губернатора. Выбор депутаты сделали. Сергей Ерёмин – новый мэр. Мэр сразу поменял команду. Часть планёрок заменил на рассылку поручений в Вайбере, где теперь они отчитываются о работе. Ерёмин завёл Инстаграм, а по ночам проверяет работу дорожников, как чистят улицы. Олеся Рожкова, Афонтова, Новости.